Здравствуйте! Мы приветствуем вас на онлайн-экскурсии по выставке «Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие». Выставка, посвященная августейшему нумизмату, открылась в России впервые. По крупицам были собраны ценнейшие свидетельства о жизни и работе великого князя. Выставка стала плодом сотрудничества государственных и частных коллекций. Среди них Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина, Государственный исторический, Самарский музей имени Алабина, Саратовский музей Радищева, Государственный архив кино и фотодокументов, Государственный архив Российской Федерации и ряды частных коллекционеров. И начнем знакомство с жизнью и судьбой великого князя, конечно же, с юности Георгия Михайловича. Георгий Михайлович родился 11 августа 1863 года в урочище Белый Ключ, Т-Трицкара, в Литбилиси, в семье наместника Грузии, великого князя, младшего сына императора Николая I Михаила Николаевича и его супруги Цицилии Бадонской Ольге Федором. Георгий Михайлович воспитывался в семье из пятерых братьев и прекрасной сестрицы Анастасии. Кстати, в традиции дома Романовых было принято давать прозвище. Так близкие Георгия Михайловича называли его Гего, а он в переписке со своим младшим братом Александром обращался к нему Сандро. А свою любимейшую сестрицу Анастасии они все ласково называли Гусь. И та не стеснялась подписываться в переписке с Георгием Михайловичем «С любовью, твой гусь». Воспитание в семье великого князя было по-настоящему спартанским, потому как оно готовило юных великих князей к военной карьере. Но в то же время именно этому поколению Романовых была присуща тягота к научным знаниям. Ну, как иначе мы можем объяснить то, что в одной семье появилось два нумизмата – историк-филателлист, археолог и этмолог. В юном возрасте Георгий Михайлович обнаружил в себе способности к рисованию. И действительно, его первые рисунки отличаются особым мастерством. Вы можете наблюдать карандашные наброски юного князя, посвященные кавказским пейзажам. О своем увлечении живописи 13-летний князь решил сообщить своему батюшке и матушке во время одного из обедов. И это заявление было несколько холодно воспринято его августейшими родителями, потому как занятие художествами было несовместимо с статусом великого князя. И закончился этот разговор следующим образом. Когда по окончании обеда слуга проносил чашечку с вкуснейшим мороженым, то он прошел мимо молодого князя, продемонстрировав тем самым, что что-то сказанное сегодня за обедом было не совсем уместным. В 1877 году в 14-летнем возрасте Георгий Михайлович заявляет своим августейшим родителям о том, что он хотел бы стать коллекционером. И вот это увлечение уже было всячески поддержано его родителями. Юный князь начинает покупать первые монеты будущей знаменитой коллекции на армянском базаре Тифлиса. Среди караван сараев и лавочек менял юный нумизмат приобретает первые монеты. Эти первые монеты были по преимуществу медными, не отличались какой-то особой уникальностью, редкостью или выдающейся сохранностью. Но в то же время они были первым шагом на пути к великой коллекции. Возможно, часть этих медных монет из первых покупок Георгия Михайловича сейчас находится в Самарском музее имени Алавина и представлена на этой выставке. Но если в выборе увлечения у Георгия Михайловича еще была свобода, то вот в выборе спутницы жизни этой свободы не было. В юном возрасте Георгий Михайлович влюбился в наследницу грузинских царей Нину Чевчеватца. Но, как это часто бывает, первая любовь осталась хоть и разделенной, но из нее ничего не вышло. Потому как этот брак был не одобрен ни стороной грузинских царей, ни, конечно же, стороной великого князя. Следующий выбор Георгия Михайловича пал на внучку королевы Виктории Марии Эденбургскую, но и та не была одобрена высочайшим императором, потому как была католичкой. Тогда великий князь целиком и полностью уверяет свою судьбу в руки отца. И тот подбирает для него в невесты греческую и датскую принцессу Марию Георгию. Первая встреча Георгия Михайловича с греческой принцессой оставила его равнодушной. И в целом их отношения были довольно спокойными. В 1896 году состоялась помолвка Георгия Михайловича и греческой принцессы Марии Георгиевны. Но уже накануне свадьбы, в 1900 году, Мария Георгиевна чуть не разорвала помолвку. Возможно, до нее дошли какие-то слухи, или сам великий князь признался ей по своих чувствах. Но так или иначе, этот брак состоялся, и в 1900 году они повенчались. В 1901 году у Георгия Михайловича появляется дочка. И называют ее Ниной. И представьте себе, что по иродне судьбы старшая дочь Георгия Михайловича в 1922 году становится Ниной Чавчавадзе. Она выходит замуж за Павла Александровича Чавчавадзе, иммигранта одного из представителей древнейшего рода. И тут, конечно, можно говорить об иронии судьбы, ведь то, что когда-то не получилось у самого великого князя породниться с этим родом, получилось у его кровянушки, старшей дочери Нины. В 1903 году у Георгия Михайловича появляется младшая дочь и называют ее Ксенией. В своих дочерях Георгий Михайлович, конечно же, души не чая. И когда в 1905 году Нина заболевает дифтеритом, то врачи рекомендуют сменить холодный климат Санкт-Петербурга на более умеренный и теплый климат Крыма. И переезжая в 1905 году, Георгий Михайлович начинает строительство своего дворца в имени Харакси по проекту архитектора Николая Краснова в шотландском стиле. В 1910 году этот дворец был обустроен по последнему песку моды. В Крыму прошли самые лучшие и светлые события семейной жизни Георгия Михайловича. И в путешествии в 1908 году по Германию Георгий Михайлович посещает немецкий завод Штаев, где производят медведи с движущимися лапками. Тогда они только входили в моду, но уже завоевывали рынок. Георгий Михайлович выбирает медведя из красного плюша и дарит на Рождество своей младшей дочери Ксении. Медвежонок так полюбился Ксении, что она даже дает ему имя Альфонсо. Так этот медвежонок становится лучшим другом для молодой книжной. И когда в 1914 году уже младшая дочь Георгия Михайловича Ксения заболевает, то врачи рекомендуют поправить здоровье на британском курорте. И уезжая за границу, юная княжа берет с собой своего любимого медведя. На тот момент она еще не знала, что покидая Россию, она в нее не вернется больше никогда. Георгий Михайлович, прощаясь со своей семьей, думает, что это недолгая разлука. В 1914 году начинается Первая мировая война, которая предопределит жизни многих членов императорской фамилии.